Здравствуй! Здравствуйте! Ты любишь играть? Да! Тогда я сейчас предлагаю тебе поиграть в очень интересную игру. Игра называется «Помоги гномикам попасть в страну сказок». Посмотри, я сейчас тебе дам карточку. Посмотри на карточку и назови все картинки, которые ты видишь на ней. Дятел, лук, кукла, акула, колобок. И слон. Молодец! Какой общий звук в этих словах? Л. Расскажи, какой это звук? Согласный или гласный? Это согласный звук. Твердый или мягкий? Твердый. Звонкий или глухой? Звонкий. Звонкий. Если звук согласный-твердый, значит, какому гномику мы будем помогать попасть в сказку? Гномику в синем костюмчике. Все верно. Готов? Переворачивай первое задание. Задание от кого? От незнайки. Незнайка. Он, наверное, чего не знает. Расскажи гномику, где у нас звуки в словах слышатся? В начале слова, в середине слова и в конце слова. Молодец, все верно. Теперь посмотри внимательно на карту и назови картинку, в названии которой звук слышится в начале слова. Лук. Все? Лук. Да, все. Лук. Одна картинка, да? А теперь назови картинки, в названии которых звук слышится в середине слова. Кукла. Акула. Слон. Голобок. И, наконец, назови картинки или картинку, да, в названии которой звук слышится в конце слова. Дятел. Одна картинка? Одна. Еще есть? Нет. Нету. Все верно. Переворачивай следующую карточку и расскажи, от кого это будет задание. Аскарабаша-барабаша. Правильно, все верно. Боишься? Нет. У нас бывают, да? Схемки, посмотри. Сейчас мы будем с тобой называть картинки, подбирать картинки к первой схеме, ко второй схеме и к третьей схеме. Сначала назови картинки, где один слог. Лук и слон. Теперь назови картинки, в названии которых два слога. Кукла. Дятел. Все? А сейчас назови картинки, в названии которых три слога. А-кула. А-ку-ла. К-а-ла-бок. Проверим. А-ку-ла. Три гласных, три слога. Все верно. К-а-ла-бок. Три гласных, три слога. Все верно. Переворачивай следующее задание. От кого оно будет? От пьеро. Ты уже почти помогаешь гномику. Гномик уже скоро попадет в сказку. И сейчас вспомни и назови картинки, которые мы называли ранее. Все картинки. Вспоминай карточку. Называй. Какие были картинки на карточке? Дятел, лук, колобок, слон, акула и кукла. Молодец. Теперь нам с этими словами надо будет придумать предложение. Хорошо? Сможешь придумать предложение? Посмотри на первую схему предложения. Придумай предложение из трех слов. Оно должно быть какое? Восклицательное. Придумай. Я боюсь акулы. Я боюсь акулы. Ты боишься акулы? Не бойся, я тебя спасу. А сейчас придумай предложение из четырех слов. Оно какое должно быть? Вопросительное. Ну, давай придумай, вспоминай, какие были картинки, и придумай. Предложение с любым словом. Это твоя любимая кукла? Это твоя любимая кукла? Я тебе отвечу. Это моя любимая кукла. И, наконец, последнее предложение. Оно должно быть... С предлогом. Придумай. Дятел сидит на ветке. Еще сможешь? Да. Кукла сидит на подоконнике. Хорошо, молодец. Понравилось играть? Да. Вот ты и помог гномику попасть в сказку. А теперь переворачивай картинку и скажи, от кого было первое задание? От Незнайки. От Незнайки. Второе задание? От Карабаса-Барабаса. Угу. И третье задание от кого было? От Пьеро. Угу. Посмотри внимательно. Незнайка, Карабас-Барабас, Пьеро. Кто здесь лишний? Незнайка, потому что это сказка Буратино. А Незнайка из другой сказки. Вот мы и помогли гномику в синем костюмчике попасть в сказку. Придешь еще ко мне играть? Да. Ты молодец.